всем огромный привет сегодня буду хвастаться одной посылкой вы не видите обертку вы не видите посылку запакованную потому что я уже конечно же ее открыла сунула свой нос туда вовнутрь ахнула долго все это перебирала рассматривала потом легла спать переспала это с этим как говорят и уже на следующий день решила что все таки я сниму видео но может быть нет больше то не больше для того чтобы похвастаться чтобы такой некий отчет дать об этой посылочки перед леночкой эта посылочка у меня пришла от лены олеандра berlin walk тебе огромнейший привет и огромнейшая благодарность за такие подарки я конечно не ожидала такого щедрого лаверды на мою посылку у меня были рукодельные безделушки я кстати даже тогда не сняла видео о них эти рукоделочки я делала в декабре или даже в ноябре вот прошедшего года и почему-то у меня какое-то настроение было неснимабельное если можно так сказать и поэтому даже не могу вам показать что это было но вот лену ли решила что мне пригодятся все эти вещички в моих рукодельных делах и прислала но прям огромнейшее богатство если вам интересно давайте вместе посмотрим что же здесь находится в коробке честно говоря вот я это все вынула из коробки не знаю как она туда все поместила потому что кроме того что лежит вот сейчас в этой коробке это тесьма и всевозможные подвески и кусочки ткани но сейчас покажу поподробнее у меня есть еще вынутые презенты которые я буду показывать в конце я вот вообще не представляю как это все сюда поместилось линоль конечно пошла в разнос ты с ума сошла сколько сколько это нужно я вообще безмерно конечно благодарна тебе но мне даже неудобно ну давайте посмотрим давайте посмотрим что ему эмоции могут не кончаться во первых наборчики вот таких лент это написано что ленты для скрапа здесь разное количество лент они разные по составу своему например в этой упаковке 6 лент по 91 сантиметр то есть почти метровый лент это фут по моему да вот это одинаковые упаковочки такой стиль шебби наверно здесь линяные такие ленты замечательные вот здесь просто разнообразие цветов я как увидела вот это веселое сочетание вкусное вкусное прям десертное сочетание и малиновое красивое и здесь разные по размеру ленточки есть и широкие есть и узенькие ну просто отличнейший вариант я думаю что обязательно это все мне должно пригодиться тем более лент у меня много и ленты я все время подкупаю продолжая тему лент давайте мы быстренько эту тему посмотрим линоля положила мне еще всяких лент вот такого качества в данном случае это стопроцентный котом цвет айвори это похожие да это та же фирма вот такие еще ленточки очень красивого цвета вот это тесьма это полиэстеровая тесьма но наверно должна быть тоненькая так как полиэстер наверняка тоньше хлопка и здесь почти 3 метра 3 3 ярда а это не фут это ярды точно 3 ярда а вот этой ленты очень симпатичная декоративная лента с какими-то цветочками блестящая с розочками мне кажется тоже она достойная может занять место и украсить какую-нибудь поделку но здесь уже три с половиной метра почти здесь 4 ярда ну тоже красивая лента супер красивая лента а посмотрите на эту мультиколорового цвета вообще красота ну сейчас только твори твори что называется только ищи куда это все применить также вот набор таких ленточек интересное сочетание золотым вот эта лента на резинке помните я пока показывал своих покупках что подобную ленту я купила на ярмарке а вот линули мне тогда написал что я тебе тоже такую положила вот она дошла спасибо тебе огромное вообще классная конечно для винтажных вещей просто самое то первое кстати что я увидела это была вот эта игольница с совой вообще линули решила что наверное мне нравятся совы потому что очень много всевозможных подвесок с совами я нашла в этой посылке но мне действительно нравятся совы но не только совы но совы в том числе и вот эта игольница она набита чем-то вот такое ощущение как будто там песок ну или какой-то материал я сделала вывод что скорее всего это игольница для затачивания иголок леночка если ты смотришь скажи действительно ли это так потому что ну вот я как бы таких игольниц еще не видела но о них слышала давайте еще ленточки посмотрим так как ленты остались бежевый отделочный шнур на ткани вот как раз Таня Галкина показывала как она пришивала вот такой шнур к подушке очень красиво вышивку украсила я еще подумала нужно будет посмотреть в магазинах шнур на ткани ткань пришивается а шнур естественно остается украшением вот по моему отличный вариант подушечный потому что шнур достаточно увесистый он толстенький спасибо большое и два варианта вот таких лент просто красота красота снежного оттенка левый вариант и даже ленточка махрящаяся если вы видите вот посерединочке там есть и в бежевых оттенках ой что я говорю каких бежевых бирюзовых оттенках все настолько нежно просто замечательно так же я получила тканюшки вот здесь есть комплект из четырех тканей кусочки не не очень большие но достаточные для того чтобы что-то из них придумать я думаю что это где-то 50 на 55 стандартные для почвырка и вот такие сочетающиеся между собой расцветки цветы вот на этом белом фоне мне очень нравятся так выглядит достойно малиновый вариант зелененький и это тоже что-то очень яркое красивое все это было завернуто и приклеено заклеена вот этой лентой ну я конечно все разорвала посмотрела еще линулькин положил мне таких бабочек здесь уже побольше по моему метровый кусок на метр десять и глядя на этих бабочек мне сразу же пришла идея шить чехол на пяльца не на пяльца на кус напы ну хотя можно и на пяльце и кстати можно задуматься насчет чехла на вышивку так как у меня очень часто на аманике вышивка просто-напросто висит я ее в наволочку прячу как бы просто эту наволочку надеваю на нее застегиваю ну вы понимаете как это выглядит а вот такие бабочки это было бы вообще шикарно спасибо линуль огромное и вот еще для творчества она прислала вот такой комплект тканей вот я их уже не открывала но с обратной стороны видно что это набор небольших кусочков мне кажется это для пэтчворка как раз квадратики уже готовые которые можно сшивать и получить какую-то картинку в синеватых тонах в синеватых тонах сине-белы-голубые ой я с тесьмой еще не закончила я тут вижу на дне что здесь есть тесьма вот на таких прелестных небольших бобиночках тесьма в основном бежевого оттенка тоже айвори и белого оттенка очень хорошие самая ходовая расцветки самые ходовые спасибо огромное я очень надеюсь что все это пристроится и все это мне пригодится несколько комплектов кубовичек она тоже мне вложила сюда здесь можно увидеть насекомых пироженки еще насекомые насекомых много не бывает деревянные пуговки такие я особо люблю мне кажется вот такие пуговки они более востребованные но во всяком случае у меня не знаю почему так получается маленькие пуговки как раз очень хорошо для того чтобы их в такие небольшие дизайны типа капкейков использовать мне кажется будет неплохо всевозможных расцветок также линулькин мне подарила набор с бобиночками мне кажется вот можно что-нибудь придумать на игольницу если сделать игольницу в подходящих тонах и на рукодельную тематику туда можно просто-напросто пришить вот эту бобинку или приклеить будет классно смотреться еще мне достались иголочки двадцать шестого размера да все иголочки двадцать шестого размера от фирмы yarnology дальше дальше переходим подвесочкам кисточки люблю готовые кисточки честно говоря вот чтобы не само не заморачиваться по поводу кручения вот этих всех то вот пожалуйста есть готовые кисточки можно просто нацепить уже готовый маячок на ножнички или еще куда-то мне очень понравились вот эти подвесочки в виде шишек такие симпатяшки дальше пошли совы сова брошь одна сова здесь немножечко пострадала не выдержала не выдержала переезда но покажу ее поближе тоже подвеска сова в сундучке так мило она там двигается по моему замечательный вариант и вот эта сова очень симпатичная уже с глазками по моему тоже прекрасно винтажные из винтажной коллекции такие подвесочки новогодняя тематика и тематика путешествий тоже классно посмотрите ключики вот здесь на кольце ключики подвешены они там все в движении по моему очень симпатично и сумочка замечательный вариант кроме того линуля положила мне это вот часть вот этих всех пришивных элементов подвесочек иголочек в эту коробку я уже ее собрала вот эти все вещи вынимаются это тоже из Ярнолоджи мне кажется я встречала в такой варианте это может быть Лена может быть на твоем канале тоже спасибо тебе огромное я тоже стала обладательницей такой рукодельной секционной коробочки вот это все можно конечно вынуть и получится общее пространство здесь отделение специальное вот видите одно большое и в комплект бобиночки этой же расцветки спасибо огромное я думаю что здесь можно какой-нибудь процесс поселить а кроме того ну или хранить нитки потому что я чувствую что арсенал ниток мой растет и нужно их куда-то складывать а это как вариант просто замечательный и кроме того верх этой коробочки тоже можно украсить вышивкой если постараться как вы считаете по-моему вполне не самый дорогой подарок для меня который я ждала от нее она обещала что обязательно выберет какой-нибудь один из самых популярных квакеров отшиваемые сейчас на youtube и я стала счастливой обладательницей летнего квакера для нуля прислала мне целый комплект это и буклет давайте коробочку уже уберу так это и буклет и кусочек ткани кусочек льна белфаст специально окрашенный под этот квакер окрашенный вручную у него даже окрас двух сторон разный то есть по большому счету можно выбрать сторону которая нравится больше и пустить ее на отшив ну и комплект этих ниточек удивительные ниточки которые я первый раз держу в руках вообще первый раз их рассматриваю вчера листала этот буклет читала о том как этот квакер вышивается я например вижу его оформленным вот здесь у меня такое ощущение что он оформлен в какую-то серебристую рамочку вот я стала думать а как же его оформить и мне кажется что вот от белого это была моя первая идея что наверное белое вообще ничего не может испортить я потом перешла к идее светло-светло-оливкового цвета рамка светло-оливкового цвета и мне кажется ее нужно делать пошире здесь она не очень широкая но чтобы вышивка смотрелась ярче и привлекала внимание рамка должна быть пошире но это вот чисто мои ощущения то есть вы видите я уже мысленно то начала вышивать квакер и даже его стала оформлять что со мной кстати бывает очень очень редко оформляю я в самую последнюю очередь я не начинаю вышивку с оформления с мыслями об оформлении вот в картину а тут видите как получилось Ленур тебе огромнейшее спасибо я даже не могу подобрать слов которые бы могли соответствовать вот той степени благодарности которую я испытываю я тебе желаю тоже всего самого-самого замечательного чтобы все твои мечты сбывались чтобы у тебя вышивка летела просто как птица чтобы ты получал от нее только массу положительных эмоций удовольствия ну и всего-всего тебе самого доброго своим зрителям я желаю прекрасного рукодельного и вышивального настроения всем до новых встреч пока-пока пока-пока